А саламамули всемобловские братули и сеструли, если ты не рак, ты на каналюге Адафи Дэк. И все уже давно понимают, что жаробоссовские челобобсы давным-давно уже захватили всю мету МЛ. Давным-давно еще Саприков Винен... Короче, уже давным-давно в лесок гоняют у нас танки, бойцы, тонкие лесники одеваются плотно в жир. По лайнам также уже давним-давнюнкам стоят уже танки, короче, жаробоссовские челобобсы уже, короче, в авторитете везде. Но, а почему так? Расскажу, почему это все происходит, какие предметосики сейчас являются в мете, которые действительно делают катки. Потому что не только персонажи там делают катки, но и предметы тоже. Так что давай поставь лайкосик, набежи гаминтосик, какие ты предметы покупаешь там вообще по АКД. И если ты не хочешь, чтобы в катке Лейла трогала твою мамочку, да и вообще не хочешь в катке видеть Лейлочку, подписочку оформи и колокольчик поднажми. Свапай танка для чётенькой катки и... Летс гоу! Погласен, что мета тонких лесников в жир прошла, таких типа Карина в танк, а Ланцелот в танка в лес, типа вот такой вот истории. Но танки в лес и бойцы также одетые в фулл танка в лес, а всё так же остаются пикабельными. Потому что от жира сплошные плюсы. Во-первых, ты можешь максимально дольше находиться в замесах, сам устраивать инициации и не бояться, что тебя за секунду снесут. Чем больше ты находишься в замесе и вражина на тебя делает акцент, то есть ты вытягиваешь из них кнопки, там чё кого, там больше впитываешь. В то время как твоя команда больше наносит дамага вражине, пока ты там тусуешься в замесике. Поэтому танковая сборка в лес забирает как бы две роли, и роль танка, и роль лесника. И все мы, конечно же, понимаем, что танки в лейте, имеющие хоть малинечко дамажины, могут спокойно снести мага АДК или даже лесника. Такие челобобсы, например, как Хилоса, Бакси, Хильда, Маша, Грок, Эдит, Гататкача, вот эти вот все челы, они вроде бы и танки, но у них есть дамажина. Поэтому в лейте они могут настолько впитать лейлин дамаг, что они даже и не заметят его, по сути, и ещё и убьют ещё. И, кстати, не только в лейте. Если какой-нибудь Хилос Хильда или там Тамус в лес придёт к тебе на бафчик, в самом начале каточки, то, скорее всего, он заберёт и тебя, и твой бафчик. Да, пока твой танчик там скребётся до тебя. Но изначально на стадии драфта вам нужно анализировать свой пик, чтобы в вашей команде хотя бы несколько персиков были лейтовые. Например, типа Макси Силеон, а Стрелок Москов. Потому что даже если вы оденетесь и в фулл жир, всё вы всё равно впитать не сможете, а дамажину кому-то раздавать надо. Поэтому, если таких персонажей у вас один, то не советую брать много жира в катку. Ну а теперь мы с вами поговорим о тех предметосиках, которые последнее время стали всё чаще сиять в каточках. Это проклятый шлем и зелёный шлем. У проклятого шлема там что-то вообще всего 25 макс защиты, а у зелёного шлема вообще нет ни макс защиты, ни физ защиты. Так почему же они стали актуальны? Во-первых, эти предметы предназначены для сопротивления чистому урону. Потому что если вражина увидит, что вы взяли много жира, по-любому будет какая-нибудь кэри. Как мы все знаем, чистый урон вообще ничем не контрится, ни физ защитой, ни макс защитой, ни антифизом. Единственное, как можно победить этот чистый урон, это сделать максимальное своё здоровье. Сделать своё здоровье максимально большим. То есть, если ты против кэри купишь там керасу, она её просто не заметит. А если ты купишь зелёный шлем и проклятый шлем, у тебя максимальное количество здоровья там плюс 1500 и плюс 1200, она просто устанет тебя бить. И там уже никакая защита не нужна, по сути. То же самое касается и предметов для пробития. Взять даже, к примеру, у ТЭТ злобный пистолет. Плюс 35 к физ проникновению. Каждая единица физ защиты врага увеличивает физ проникновение на 0,05%. При нанесении ему урона не более 20%. То есть, данный предмет работает так, что чем больше у тебя физ защиты имеется, тем больше пробития тебе будет наноситься. Проклятый шлем, зелёный шлем, никакой физ защиты нет, поэтому никакого пробития наноситься, соответственно, не будет. Будет просто тупо жертв. Но это ни в коем случае не говорит о том, что не нужно покупать ни щитофины, ни кирасу, нет. Проклятый шлем имеет свою пассивку и наносит магическую дамажину вокруг области, которая там обозначена. Поэтому для таких лесников, о которых я говорил вам в самом начале, типа танки в лес, жирные бойцы в лес, он подойдёт первым айтемом. Который увеличит вашу хпшку, что позволит вам больше находиться в замесе и раздать дамажину. И плюс сам поможет раздать эту дамажину своей пассивкой. То есть, по сути, вы ничего не теряете, если вы не будете покупать предмет на дамаг в начале матча. А как правило, персонажей, о которых я сказал, у них и так в начале матча дамага достаточно, поэтому вы просто бустуете своё здоровье и разносите всех подряд. Вот так вот. Зелёный шлем подходит тем танкам, у которых имеется какой-нибудь спринт, либо эскейп, чтобы выйти из замеса. Типа Маша или Хильда, да, у них есть спринтец, они могут просто убежать быстренько из замесика. Потому что пассивка зелёного шлема это восстановление вашего ОЗ. То есть, вы вышли из замесика быстренько, чик, убежали, восстановили ОЗ и вернулись. Поэтому эти пару шлемов будут отличным дополнением к вашей основной сборочке. То есть, щитафины, там, керасочка, бессмертие и вот эти два предметосика просто вот лайки, мба, жёстко не убьёшь. Ну всё, короче, я думаю, вы поняли, да, что в лес идёт жир, это мба, это мета, какие предметосики брать, вы тоже поняли. Всё рассказал, объяснил, почему, зачем, когда, для чего, как, позвонить там надо кому-то, там, если чё-то, всё, связь пока. Не забываем ставить лайкусик под этот бомбовый видосик, и чтобы было всё классно, ещё подписочку нажимаешь, и вообще классно будет, точно. Ну а с вами был Дафианский, зелёно-шлемамский, проклято-шлемамский Дак, шлемамский, ха-ха-ха, и всем привет. Сегодня мы с вами поговорим о двух шлемах, зелёный и красный, пока, короче. Субтитры сделал DimaTorzok